Поднимите руки, пожалуйста, те, кто дизайнер. Хорошо. А кто из вас менеджер? Ну, то есть управляет теми лесом рук, которые здесь. Три человека. Я горд за вас. Немножко тоже будет, потому что, мне кажется, я был и тем, и другим, и, соответственно, поделюсь информацией, как это произошло. Потому что та информация, которая ко мне в голову подоспела, она как раз основывалась на том, что я сначала очень долго фрилансер. Фрилансилу. По образованию я дизайнер, поэтому я подумал, ну, как бы, где же дизайнеру работать? Кто из вас фрилансит? Не в студии работает, а сам на себя? Когда я был молодым, было больше людей. Все остальные работают в студиях, верно? Кто работает в студии? Это очень круто. Соответственно, я надеюсь, что это поможет вам посмотреть немножко на свою работу по-другому. Так вот, я долго-долго фрилансер, фрилансил после этого, попал в нелепую ситуацию, проснулся однажды утром, и, оказывается, у меня открыта своя контора, и нужно что-то с этим делать. С тех пор прошел три года, и вот не так давно, буквально до нового года, вот 2016-2017, я понял, что я начинаю терять хватку, надо что-то еще поделать, и я снова начал фрилансить, потому что, ну, у меня же целые ночи, что-то я как-то слишком много сплю, 8 часов, 9 часов в день, это божественно. Соответственно, я решил подрезать это время, 3-4 часика потратить в день на какой-то фриланс, чтобы понять, ну, как мир устроен, и мне кажется, что именно такой путь помог мне прийти к этой мысли. И говоря о фрилансе, собственно, перед началом 2016 года мне пишет мой бывший ученик и говорит, «Саша, здесь нужно небольшое видео покрасить, может быть, ты справишься, оно сложное, типа там ни у кого не получается, а может быть, просто никто не хочет, попробуй, вдруг у тебя получится». И я думаю, круто, отличное видео, мне очень нравится, американский журнал, они сняли какую-то невероятную красоту, там красивые модели, красивые фаны, все суперздорово, задача, и цель мне нравится, я хочу это делать, и есть проблема. У меня есть, ну, типа, 2 часа ночью, все. Я не могу сделать ровно одну вещь, я не могу позволить себе делать правки. Ну, вообще, в принципе, потому что, знаете, вот эту вот историю, да? Когда ты вошел в проект и не можешь из него выйти, потому что давай еще что-нибудь исправим, ну, пожалуйста, там есть вот такая штука, нам обязательно нужно ее добавить. Слушай, вот здесь вот верхний левый угол, мы тебе не сказали в самом начале, но на самом деле это самый важный угол, который здесь есть, давай мы что-нибудь с этим сделаем. И я понимаю, что мне нужно, ну, как-то переосмыслить то, как я относился к фрилансу, и мы возвращаемся в далекий-далекий 2007 год, за который мне невероятно стыдно. И стыдно по куче причин. Я сейчас их перечислю. Если вдруг вы будете узнавать себя в этих причинах, я с вами. Итак, я спокойно мог обговорить сумму работы, которая мне нужна, которую я хочу за эту работу, но примерно. Знаете, ну, мои услуги стоят там х рублей в час. Все, вот на этом обсуждение заканчивалось. И типа, ну, мы же поработали 5 часов, значит, я умножаю х на 5 и получаю 5х. А заказчик думает, ну, мы же чай пили час, потом он выходил в туалет на 15 минут. Ну, наверное, это не 5 часов, да, наверное, это поменьше. И всегда эта история играла не в мою пользу. Это всегда было очень плохо. Если кто-то из вас менеджерит на большом уровне, и вы пытаетесь общаться с большим заказчиком, примерно то же самое. Большой заказчик всегда будет хотеть, ну, мы, конечно, договорились, и даже договор подписан, но, может быть, вы сделаете скидку? В смысле, заказ сдан год назад. Какая скидка? Вы о чем? И это нормально. Мир, к сожалению, так устроен. Я боялся это делать. Не знаю почему. Сроки. Я был уверен, что чем больше времени я потрачу, тем лучше будет сделана работа. Ну, то есть, условно, мы договорились на неделю, но если я потрачу 2, ну, я же знаю, что я не как бы в интернете сижу, а работаю. Я вот 2 недели пашу вместо недели, это значит, что работа будет сделана намного лучше, и заказчик будет довольнее в 2 раза. Как правило, получалось чуть-чуть наоборот, самую малость, и люди почему-то были недовольны тем, что я засираю сроки, хотя я как будто бы стараюсь сделать лучше. То есть, я не сижу просто, трачу время, а хочу все это дело улучшить. И бывало так, что я вижу косяки. Ну, я работаю в команде, и не только на фрилансе в одиночку, но и на фрилансе с группой людей. И я понимаю, что, ну, кажется, те ребята лажают, но это не мое дело. К нам пришли раскадровки, и они похожи на рисунки трехлетнего ребенка, но я готов по ним работать. Или, вы знаете, этот бренд-бук составляет 500 страниц, может быть, мы как-то сократим то, что вам нужно от вашей работы. В общем, я этого не делал. Я говорил, да, я все сделаю. Другие ребята, они, конечно, в моей команде, ну, типа, они тоже фрилансеры, и, в общем, они пусть сами отдуваются. Я свою часть делаю хорошо. Как вы понимаете, весь проект от этого страдал, потому что не бывает такого, что кто-то лажает, все остальные красавчики, и проект замечательный. Этого просто не может быть. И самое плохое, как мне кажется, что я делал, это то, что я никогда не просил помощи. Я поясню. Я никогда не просил помощи у заказчика. Мне казалось, ну, эти ребята, они где-то там, в другом мире, они из другой лиги, и я не могу с ними общаться на одном языке. Ну, и тем более, я ни в коем случае не должен говорить им, ребята, у меня что-то не получается, мне нужна ваша помощь. Они подумают, что я не профессионал. Как я могу себе это позволить? И поэтому все предыдущие пункты, ну, типа, сроки, косяки, деньги, это все оставалось, потому что я не общался с ними. И мне кажется, это очень и очень плохо. Кому знакомы вот эти слова, которые я сейчас произнес? Есть хотя бы один пункт? Так сначала робко три руки, а потом ползала. Отлично, ребята, я очень рад, что вы со мной. Давайте с этим исправляться. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!